Слушаете вы свое радио, надеюсь, слушаете внимательно, как обычно, с понедельника по пятницу, программа «Живые», в которую приходят живые люди, живые музыканты, и мы с этими людьми замечательным образом проводим два часа времени. Это время наверняка не бесполезно. Сейчас я понимаю прекрасно, что как только назову имя этого человека, вы сразу вскинете вверх чепчики, если вы дамы, ну и, понятное дело, руки, если мужчины с криком «Аллилуйя!». Но познакомим вас с коллективом чуть-чуть позже, а сейчас, как водится у нас по традиции, сразу первым же номером что-нибудь из вашей музыкальной программы, ребятки, давайте сыграем, а потом уже поговорим, окей? Договорились? Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали! Зажжем эту ночь! Лунный дым На голубых лугах Туман надаль За рекой Сонный мор Рожь повалил в полях Над всем луна И покой Лишь пилигрим Странник без дома Мимо Опять проходит Вечно один В пустом безлюдном краю Ночь как ночь Сколько их было здесь Не важен год Или век Лунный дым С нами наполнил лес Сквозь них скользит Человек О, пилигрим Знаешь ли, странник Что за тобой лишь Светает Люди идут И попадают След След Не слыша Не видя Тень твою Но попадают След След Но помня Кто ищет Двадцать сотен лет Двадцать сотен лет Двадцать сотен лет Каждый день Помнит Как странный сон Его приход Этот свет А пилигрим Знаешь ли, странник Что за тобой Лишь Светает Люди Идут И попадают След След Не слыша Не видя Тень твою Но попадают След След Но помня Но ищут Двадцать сотен лет Не слыша Не видя Тень твою Но попадают След След Но помня Но ищут Двадцать сотен лет Двадцать сотен лет Двадцать сотен лет Итак, друзья мои Сегодня здесь В программе Живые На своем радио Артур Беркут Просим любить И жаловать Привет, дорогой Добрый вечер Дорогие друзья Добрый вечер Сколько времени Мы пытались Поставить наши графики Так, чтобы Наконец Артур здесь побывал И сегодня У программы Живые Большой праздник Надеюсь У нашей аудитории тоже Он сегодня здесь И вы слышите Его замечательный Потрясающий Проникновенный вокал Команда Вместе с ним Не менее интересных Музыкантов Теперь будем Знакомиться Ближе Давайте Как у меня По списку идет Значит Михаил Шаев Гитара Если можно Миш Да, вот Микро Ты уже все знаешь Тебе не нужно Ничего рассказывать Ты уже здесь Не в первый раз Другой губой, правда Рад снова видеть Мы тоже рады Причем искренне Совершенно Ты поверь Когда В прошлый раз Ты приволок Свою приблуду Я, честно говоря Немножко поднапрягся Подумал Ну вот Нам опять не доверяют Какие-то свои инструменты Носит Какие-то свои железяки Теперь понимаю Что нет Все в порядке Просто ты к этому привык И это звучит так Как ты хочешь Ну и слава Богу Дай тебе Бог За руль Идем дальше Бас-гитара Станислав Козлов Станислав К микрофончику Если можно Хотя бы раз за эфир Здравствуйте Добрый вечер Добрый вечер Будем знакомиться Ну какие-то слова Еще хотел сказать Видимо Ну Какие слова Тебе комфортно скажешь Слова благодарности Ну и Здорово Поздравления Потому что у нас Сегодня праздник на самом деле Да сейчас разберемся Какой Спасибо Спасибо За барабанами Человек у которого Собственно Свой микрофон Он единственный в группе Кто имеет Возможность разговаривать Тогда когда он сам Этого захочет Главное только махнуть Мне рукой Чтобы я успел включить Микрофон Марк Бигун Здравствуйте Привет всем Добрый вечер В этой студии Помимо тех людей О которых я сказал Есть еще очаровательная дама Даму эту зовут Оксана Михеева Правильно я говорю? Правильно Здравствуйте дорогие друзья Здрасте Оксана тоже Сегодня будет петь Она на бэк-вокале Или даже на вокале Как правильно это называется? Нет Она будет исполнять со мной песню Дуэтную песню Которую Надо сказать Наверное сейчас Или все-таки сюрприз Чуть позже Чуть позже Пусть это будет интрига Особенно для поклонников Я полагаю Это будет удивительным Радостным И ярким событием Спасибо Спасибо что пригласили Спасибо что пришли Итак Артур Беркут Ну Долго Наверное Мысли подриво Я размазываться не буду Скажу что Имя этого человека Вы прекрасно знаете И по прошлым коллективам И по прошлому коллективу Например в пиаре Где он был вокалистом Потом в 11-м году По-моему ты Решила заняться Своим сольным творчеством Да если я не ошибаюсь Ну на самом деле Я не решил Заниматься сольным творчеством У меня просто так получилось Что сложились обстоятельства И когда я работал в театре Меня оттуда Ну это не важно Это не важно Вот именно тогда Просто назрел Вот назрела такая идея Заняться сольным творчеством Ну и в общем Кому стало хуже От этого я не знаю По-моему Только лучше Когда классных Сольных проектов У людей Ну это очень приятно На самом деле Это Огромное Огромное Удовольствие Работать с такими музыкантами Которые Которые сейчас Находятся в студии И соответственно И быть в этом студии Они знают о том Что ты к ним С таким триптом относишься Нет конечно Нет я думаю что Они чувствуют Где-то очень глубоко Спинным мозгом Итак я еще одну вещь скажу Очень важную Как с нами связываться Друзья мои Если вы захотите Отправлять смс А это для тех Кто может быть Сейчас пока В недоступе находится Интернета Например неудобно Или например В гаджете неудобно Писать какие-то такие Сообщения Для вас есть смс портал 4647 Его короткий номер 4647 Пишите сначала Свои Затем пробельчик делаете А уже потом Все что хотели бы Адресовать коллективу В группе например Сегодняшней Собравшейся здесь Артуру лично Беркуту Как хотите уж Группа ВКонтакте Официальная группа Своего радио Там тоже все Для вас подготовлено И анонс выложен Уже давненько И в анонсе Название коллектива Выделено синим Соответственно Это активная ссылка Кликаете Оказываетесь В сообществе Ну и понятно Там под этим анонсом Можно отписываться Далее Сайт радиостанции Своерадио Точка FM Сверху Плеер В плеере слева Кнопочка Онлайн аудио Это чтобы просто слушать Справа онлайн видео Это для того Чтобы видеть Все что в этой студии Происходит Здесь тоже все Достаточно просто Кликнув на эту Замечательную кнопку Вы оказываетесь Картинки Которую нам Представляет Планета Ру Там собственно говоря Это краудфайдинговая Платформа Замечательная Которая огромное Спасибо в принципе За наше счастливое Настоящее Потому что без планеты Мы бы не состоялись Как единица Имея ввиду Саму по себе радиостанцию Но и там Под картинкой Есть еще возможность Отписываться Чатик такой Туда в чате Тоже можете Что-нибудь писать Отовсюду пытаюсь Что-либо увидеть Обнаружить Отовсюду пытаюсь Что-то зачитать Если это интересный Достойный эфир Ну в общем Это все варианты С которыми Я должен был вас ознакомить Теперь собственно говоря Возвращаемся в студию Для того чтобы Общаться с нашими Дорогими гостями Что была за песня первая Первая песня Называлась Странник Написана сравнительно Давно Но она еще входила В репертуар группы Автограф И люди это помнят Ты знаешь Я думаю Да Тут же как только Она зазвучала Народ начал писать О автографовская Песня пошла Вау Автографовская вещь Это написал Виктор Соколов В общем Я думаю Что это неудивительно За твоим творчеством Следят Следят С пристрастием И Один из немногих Мне кажется Вокалистов Исполнителей Который Ну скажем Распрощавшись С одним проектом Затеев Другой проект Не получил по этому поводу По мозгам Очень часто бывает Ну это вы Напрасно говорите Почему? Получал? Мне пытались очень сильно Дать по мозгам Да ладно Кто? Ну конечно Нет Поклонники что ли? Это такое Не эфирное Конечно Мне казалось Мне казалось Что у тебя в этом смысле Нет Не поклонников Да Но ты имеешь в виду поклонников Конечно А нет Ну что вы Поклонники наоборот Поддержали нас во всем Вот это И за что я им Очень Очень благодарен Потому что первое Вот как раз Вот именно Когда произошло То что Насчет театра Когда я говорил Там И меня оттуда Вот Но это не важно Было очень сложно Да Это очень сложное Время было И именно Благодаря поклонникам Благодаря моей семье Пришлось Удалось возродить Написать Огромное количество песен И записать альбом Ну в общем Первый который Понятно А их сколько? Их сейчас уже Три Три да? Три альбома Ну плюс еще Много всяких саундтреков Или Таких участников Песен к фильмам Да? Да Вова Об этом тоже можно будет Поговорить более подробно Кстати что касается Песен Сегодня я так понимаю Новые песни Тоже будут какие-то звучать Обязательно Да Обязательно Мы сыграем Это тоже важно Особенно важно Для поклонников Которые может быть Этих песен пока еще не слышали Или слышали все Те кто любит Совсем новые Я думаю что сегодня Не прозвучат Так что прям Но те которые вошли В наш крайний альбом Да Они будут обязательно Отлично Пора петь Как будет называться Следующая песня? Сейчас пока Нет Сейчас пока Мы не совсем Чего там? Не совсем готовы Потому что Что случилось? Мишка? Да нет Там просто Какие-то проводные Эти штуки А ну ладно Пока ребята разбираются Тогда Если можно Конечно Я тогда почитаю Кое-что из того Что написали Всем привет Виктор Соколов пишет Ну во-первых Хочу поздравить Своего друга Замечательного гитариста И человека Мишаева С прошедшим днем рождения Пожелать им Отличных сольников Творческих успехов Во-вторых Рад видеть Артура на своем Привет Стасу Козлова Миша Шаева Маркову Бигуну Вперед ребята Пишет Виктор Соколов Ну чего Наверное приятно должно быть Да Я думаю что да Дмитрий Чернов Написал вот что Ходил в Петербурге На совместный концерт Артура и Ко Не запомнил название Выступающей группы На разогреве В 25 марта 2013 года В зале ожидания Это был мой лучший день рождения Пишет Чернов Здорово На самом деле Там был такой концерт Очень хороший Максим Зверев Написал вот что Знакомство с стольным творчеством Артура Началось после того Как я нашел На просторах интернета Запись эфира На нашем радио В Туле Где Артур выступал В свой день рождения В акустике Особенно хотелось бы отметить Высокое исполнительское мастерство Узнаваемость вокала И вопрос Артур Вы как-то работаете Над голосом Или нет Ну нет Мне приходится работать Я в основном Работаю не над голосом А над песнями И по мере того Как пишется Какая-нибудь композиция Я пробую петь так Пробую петь так Но Обычно это происходит На концерте И как Смотришь на публику Реакции публики Как она воспринимает песню Может быть Ее поагрессивнее спеть Может наоборот Помягче Ну да Помягче Вот именно тогда То есть я отталкиваюсь от народа То есть в принципе Первый раз исполнив песню Ты смотришь на реакцию народа Ну да То есть я пытаюсь ее И так и так исполнить А потом уже Да Потом уже даю себе Ну отмашка Да Я думаю что вот этому Надо немножечко Начать понежнее А потом уже поагрессивнее Посмотри как Действительно вот такое отношение К своей публике Отношение к тому Как они реагируют Это очень важная штука А дальше Максим же еще спрашивает Вот о чем В тот раз в Туле Вы исполнили песни Семь морей И ты не один Можно ли их услышать сегодня С уважением Ваш слушатель С города Домодедово Ну я думаю что сегодня Прозвучат такие композиции Обязательно Обязательно Все Максим сейчас я думаю Замер Мы в принципе готовы Да мы готовы сыграть песни Можем дальше Конечно Максим замер в ожидании А что будет дальше у нас Ну я думаю что не только Максим замер в ожидании Он спрашивал Ага Понятно Дальше у нас песня Из самого первого Альбомчика Называется она Право дано Роскошная вещь Я думаю что сейчас Даже те кто никогда Ее не слышал Заучивать начнут Прямо сходу наизусть Как всегда живой звук В программе живые Здесь сегодня Артур Беркут Погнали Кто пронзит Развет стальной Новых судеб Верша начала Победить Любой ценой Кто триумф Кто исход печальный Всем право дано Жить и побеждать Лишь в бою Стать суждено Первым навсегда Не ищи чужих дорог Игры с жизнью Удел для смелых Победил А значит смог Для безудержных Нет предела Всем Право дано Жить и побеждать Лишь в бою Стать суждено Первым навсегда Кто на краю стоял Кто Изведал Путь Опасный Кто Страх победил В боях Кто Всегда Идет На красный Свет Звучит Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо за ваше тело, тепло в песнях за добро, что вы несете, на мой взгляд, вы самый романтичный певец. До сих пор плачу над одной песней совместно с Андреем Смирновым «Листья». Походу вопрос рожден. Расскажите, пожалуйста, легко ли вам было работать с Андреем Смирновым при записи альбома «Адреналин». Прекрасная работа. С самого начала мне немножечко показалось, что я, может быть, не в той струе. Но после того, как я уже первые ноты издал вместе с Андреем, очень легко работать. Потрясающий музыкант, замечательный совершенно человек. И написал бы еще, вернее, он бы, наверное, написал больше песен, и я бы с удовольствием еще бы проучаствовал в проекте. Ну, я думаю, что когда он закончит суд на некоторое время, я думаю, что мы здесь что-нибудь даже придумаем. Потому что я с ним связывался, и он уже дал ответ, сказал, что вообще не вопрос. Самое главное, чтобы было все, ну, по кайфу. Секундочку. В пульте, Миша, в пульте. В пульте ты кайф. Я забыл тебе сказать о том. Многоканалку мы не пишем. Нет, это... Сегодня за звукоречивым пультом Михаил Казаков, прошу... Да, он сегодня... Да, он сегодня впервые здесь самостоятельно работает. Просто так вот получилось, что не все учли, возможно. Да, но запись ты включишь уже, по ходу. Окей? Спасибо тебе большое. Вот что важно. Ну, давай сейчас попробую так найти тактично, как бы... Ты человек взрослый. Давай так. Взрослый. Прошедший... Не надо так. Я к себе это тоже отношу, между прочим. Есть такое, да? Есть такое дело. Прошел достаточно серьезный путь еще и с советских времен, как музыкант. Правильно? Прочнее. Вот скажи мне, пожалуйста, сейчас уже по прошествии стольких лет. Много чего было. Наверняка много было и взлеты, выпадений, разочарований, очарований. А вот в те годы, когда подобная музыка была, по сути дела, запрещена в России, в Союзе тогда еще, музыканты же занимались другим совершенно творчеством, имея в виду публично. А в андеграунде, у себя там где-нибудь, да, в компашках играли более-менее серьезную, тяжеленькую... Вот имеешь в виду Сэйшина, наверное, какие-то, да? Ну, да, Сэйшина в том числе, джемы, Сэйшина и так далее. Вот в каком состоянии проще себя чувствовать тебе, как творческой единицы? Тогда, когда это было запрещено, и надо было что-то преодолевать? Или теперь, когда все, в принципе, пожалуйста, что хочешь, то идиот? Ну, совсем по-другому себя ощущаешь. Я точно могу сказать, что какие-то профессиональные года, когда группа получала разрешение на выезд, на гастроли, да, тогда уже нужно было играть какие-то песни. Причем самое интересное, что мы играли именно свои композиции, которые мы хотели. Но, имея в виду, если не профессиональные работы, то тогда было очень-очень сложно. Я даже могу сказать, как я перевозил грамм пластинки по тем временам. У меня дети сейчас смотрят и говорят, папа, что это такое? Я говорю, это музыка. Это не может быть. В смысле, как переводится? Ну, вот перевозил из Друзвины нам, по тем временам, Болгарии, Польши. Тогда же диски очень дорого стоили. Да. И поэтому практически невозможно их было приобрести. То есть можно было приобрести, но они стоили как нормальную зарплату среднего, в общем-то, инженера. Продавали из-под полы. Да, да, да. Поэтому мы ездили за границу с концертами и заодно покупали там диски. Но на таможне эти диски все время отнимали. Таможенники были самые музыкальные люди в Советском Союзе. Да, да, да. Они, кстати, до сих пор такие. До сих пор отнимают. Вообще не отнимают, но они сейчас просят очень вежливо. И мы, соответственно, уже зная, что они попросят, даем им уже, предлагаем компакт-диски. Но, тем не менее, клали туда... Был такой раньше зеленый сыр, если кто помнит, такой в макароны сыпался. Да. Боннище страшное, я серьезно говорю. Вот просто любой совершенно пакет, он даже уже продавался в четырех или в трех пакетах, сам пакетик. Клали его в эту сумку. Так. И когда таможник открывал, его просто смывало оттуда запахом. И он говорит... Я говорю, дальше открывать? Он говорит, нет, не надо. Вот именно на дне лежали компакт-диски, фуэти самые, грамм-пластинки КИС, Типёпл, Ледзеплин и так далее. Ты понимаешь, как... Вот сейчас ты вдруг, неожиданно, лет-то сколько прошло, мне тоже, слава богу, 47, уж не 17. Я все время не мог понять, почему западные пластинки виниловые так воняют. Так пахнут. Нет, пахнут. Это было убийство. Это было убийство. У меня была пластинка, по-моему, кисовая пластинка, там, где вот эти все дела. Красивая, очень хорошо оформленная пластинка КИС. Запах был какой-то убийственный. Я думал, боже мой, неужели вот эта краска западная так воняет? Это вот этот пластик воняет так. Обалдеть. Так это из-за сыра твоего, что ли? Возможно. Возможно. Вот никогда не думал, что сыр может вынести мозг настолько, зато память какая на годы осталась. Вы же понимаете. В общем, ощущения разные. Возвращаясь к твоему вопросу, ощущения разные. И тогда было хорошо, и сейчас хорошо. Сейчас, единственное, хуже то, что очень много людей, даже те, которые думают, что они хорошо это делают, могут себя попробовать, причем пробуют. И, кстати, хорошо, что пробуют. Да, это очень хорошо. И мы тому и рады, потому что, собственно, своя радио на том и стоит, что мы как раз тех, кто пробует, пробуем. Да, это супер. Я кажется, это очень-очень здорово. И сегодня Беркута здесь как величина, к которой надо тянуться. Мы почему и зовем в эфир живых не только молодых музыкантов, но и музыкантов с именем, для того, чтобы молодые могли послушать, посмотреть, набраться опыта. И определенным образом, может быть, тоже научиться правильно тереть сыр на виниловые пластинки. Это тоже опыт, правда? У тебя же опыта больше, чем у кого-то из молодых. Надо петь. Семен, он тертый. Он был тертый уже. Я понимаю. Надо петь. Что это будет? Ребята, сейчас я вот, не знаю, спрошу у ребят, какая сейчас будет. А, колокол. Да, еще одна композиция, которая называется «Колокол». Мы сейчас сыграем. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Напомню, здесь сегодня Артур Беркут. Поехали. Над чистым полем полночный бронзый хор медленно плывет. На колокольне железный ветер с гор в колокол бьет. Звон медленный бронзовый сон, он так тяжел и невесом. Огни и тени в темноте на звук люди идут. Идут со всех сторон, как стаи птиц на юг, души плывут. Звон медленный бронзовый сон, он так тяжел и невесом. Столб бронзы, сердце неба, погон ты плачешь. Солнце на цепях стальных, порван воздух, словно небо. Погон ты плачешь, сердце облаков ночных. Усталый голос, кого зовешь? В оглохшем поле, в час ночной. В ночи светлый голос, всех спящим он, звучих виной. Кто слышит небо, тому дан путь во тьме терни и мук. Огни и тени в пустынной пелене выйдут на звук. Звон медленный бронзовый сон, он так тяжел и невесом. Столб бронзы, сердце неба, погон ты плачешь. Солнце на цепях стальных, порван воздух, словно небо. Погон ты плачешь, сердце облаков ночных. Столб бронзы, сердце неба, погон ты плачешь. Солнце на цепях стальных, порван воздух, словно небо. Погон ты плачешь, сердце облаков ночных. Столб бронзы, сердце неба, погон ты плачешь. Спасибо! Пожалуйста! Артур Беркут сегодня со своими музыкантами. Ну, народ, понятное дело, вопросов, я думаю, сегодня много не будет, потому что все просто наслаждаются. Все получают удовольствие, что, в общем, я абсолютно нормально оцениваю. Вот вопрос есть, к примеру, от Владимира Бердышевский. Да, так правильно читается латиница. Артур, будешь ли ты выступать на юбилейном концерте группы «Ария» осенью? Боюсь, что нет. Ответ дан. Спрашивает, почему не стану, потому как, мне кажется, это лишнее. Теперь, теперь, что же касается... Что за... Грубо говоря, нет. Грубо говоря, нет? Грубо говоря, нет. Грубо говоря, нет. Вадим Рыжов, скажите мне, где вы слушаете? Я тогда отвечу вам более подробно на то, что вы сейчас написали. Значит, Артур очень гармоничен. Пусть теперь это стереотип. Есть такой голос, значит, пою, как Беркут, пишет Рифат Акчурин. Тут просто вопрос был от Рифата. Рифат – это музыкант, это группа «10 марта». Это такая достаточно классная, уникальная группа, где все музыканты Гнесинской. Такие ребятки очень все серьезные. Вот он спрашивал тут, и я не помню, в каком месте был его вопрос. Не буду сейчас рассказать, чтобы не терять время. Но почему, пишет он, люди с подобными голосами, ну вот как у тебя, да, там Кипелова, он вспоминал, ну и многих, поют музыку а-ля вот ария, а-ля американский рок. Я пытался объяснить, что человек, ну, с таким, ну, родился с таким вокалом. И что ему тогда еще петь? Русские народные песни, что ли? Ну, теперь поясни, пожалуйста, вот что ты думаешь по поводу вообще вокала в стране под названием «Россия»? Есть ли еще вокалисты, кроме тебя, хорошие, молодцы, среди молодых, я имею в виду? Дорогой мой, среди молодых. Я думаю, огромное количество певцов у нас, и даже те ребята, которые не имеют возможности сейчас выйти на большую сцену и занимаются дома. Вот сколько мы, мы гастролируем очень-очень много и бываем в разных городах. Причем я имею в виду вот именно вот Россию. Огромное количество талантливых певцов и талантливых музыкантов и композиторов. И, ну, к сожалению, к сожалению, почему-то я у них спрашиваю так, может быть, дальше. И вот именно вот на том или ином городе все это заканчивается, потому что они говорят, что у нас нет денег, ну, куда мы поедем? Для того, чтобы поступить, нужны деньги, для того, чтобы жить, нужны деньги, для того, чтобы там как-то... Там имеется в виду Москва, я имею в виду, вот как, в частности, Гнездинское училище. Вопрос был такой по поводу Гнездинского училища. Они говорят, мы, ребята, очень серьезные, мы не можем понять, почему такой несерьезный человек, который тоже окончил Гнездинское училище, почему он несерьезный? А они такие серьезные. На самом деле, я считаю, что... Он имел в виду просто манеру тенья. Я шучу, конечно. Я понимаю, да. Я на всякий случай. Просто это из-за него. Честно, я могу добавить. Когда я поступил в Гнездинское училище на классический вокал, вот именно после полгода мой педагог попросил меня, чтобы я пригласил его на концерт, на концерт группы «Автограф». Когда он сходил на концерт, он говорит, теперь я все понял. Почему ты меня сразу туда не привел? Потому что, он говорит, раз у тебя есть уже работа, и есть такая... Это вот возвращаясь к этому вопросу. Если у человека есть какой-то потенциал или какое-то желание петь, как ему подсказывает сердце, то мне кажется, что каждый педагог в Гнездинском училище или не в Гнездинском училище должен как-то именно это дело поддерживать и помогать ему. Если педагог не педагог, то он будет поддерживать. Если педагог просто отрабатывается и часы... Ну, я уверен, что такие есть. Да, дай бог. В общем, надо попасть к хорошему педагогу. Это тоже вопрос серьезный, между прочим. Да, кстати, телефон, да? Телефон. 2-2-2-3-3-8-8-5. Хорошо. Иван Павленко пишет, супер, знаком с творчеством Артура со временного прихода в Арию. Был на презентации альбом «Армагеддон» в Питерском СКК. Было шикарно. Вот у них вспоминания сегодня много, что у вас вспоминаний ностальгических. Анна Курмешева опять пишет вот что. Да, Артур Вячеславович, просто солнышко. Спасибо вам. Вы чудо. И таких вокалистов, как вы, дико и страшно не хватает. Как? Не хватает, здрасте. Вот он. Радуйте наши ушки и глазки. Дышит Анна. Кроме всего прочего, в ротации своего радио, на секундочку, если я не помню, штук 10 песен, по-моему, в ротации крутится. И мы всегда с удовольствием слушаем в эфире, собственно говоря, песни Артура Беркута. Здорово. «Сон семь морей», это я точно могу сказать, «Березы», «Пилигрим», сейчас бы еще вспомнить, «Победители не судят». Во память, а? Профессиональная. Как можно не помнить Беркута в принципе? Это вообще, мне кажется, невозможно. Значит, вопрос Артуру. В интернете проскользнул слух, что вы с автографом записали несколько новых песен. Так ли это? Кстати, да. Читал я об этом тоже. Кстати, да. У нас записано не сколько песен, сколько таких пристрелочных вариантов. То есть автограф возвращается? Или как? Вот я хочу понять. Ну, у нас была такая идея. На самом деле мы не распадали, то есть не было такого распада группы. То есть мы решили... Группа просто перестала выступать. Да, да, да. Вот. Да. Каждый занимается своими делами, но каждый все-таки остается как какой-то такой творческой единицей. Музыкантам помнят руки, помнят родимые. Ты же помнишь это. Да, да, да. То есть без этого никуда нельзя. Поэтому время от времени, когда у нас есть такая возможность, когда мы собираемся все вместе, потому что сейчас очень сложно собрать всех вместе. В частности, Александр Ситковецкий, вот он, который... Он постоянно... Ну, я могу сказать, гастролирует. То есть он находится за границей. И когда он приезжает сюда, конечно, мы все время встречаемся и вспоминаем наши старые добрые времена. Ну, и, соответственно, в перерыве воспоминаний мы записываем ту или иную песню. Да, песни есть. Мне кажется, очень хорошие. Я не знаю, нужны ли они. Ну, то есть совсем прямо... Что нужны ли они? Я объясню, почему. Хороший вопрос. Потому что огромное количество новых песен, старых песен, которые народ не слышал. И мы с удовольствием хотели бы их сыграть. Я имею в виду в составе группы «Автограф». В новом звучании имеется в виду или в старом звучании? Ну, они по-любому в старом не будут. Нет, ну, аранжировки я имею в виду новые. Аранжировки... Более тяжелые, например. Ну, я бы не сказал, что они тяжелые. Они усовремененные. Вот. Ну, вот этого я хотел узнать. СМС-портал, напомню, 4647. 4647, пробельчик. Вернее, как свои пробельчик. Потом ваше сообщение. Что бы вы предпочли? Иметь сотни поклонников или тысячи фанатов? Хороший вопрос. Ну, фанат само по себе слово немножечко такое пугательное, я бы сказал. Потому что в этом есть что-то такое немножечко, ну, может быть, агрессивное, что ли, я бы сказал. Вот. Ну, я не знаю. Пускай будут поклонников. Пускай будет поклонников. Ну что, ответ дан. Пора петь дальше. Болельщики? Болельщики? Нет. Ну, если это болельщики, то я, кстати, против ничего не имею. Если это фанаты, то это страшная штука. Петь дальше нужно. Что это будет? Да. Дальше это композиция, которую мы вместе придумали с Михаилом Шаевым. Идея была Михаила Шаева. Песня из нашего крайнего альбома, которая называется «Нажимай на стоп». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Артур Беркут. Поехали. Продолжение следует... Ты из тех, кто не отводит глаз Если был неправ Без рассудства только на показ Для себя избрав Не рискнешь поверить в тонкий лед Если скажут «Верь» Первый встанет, а второй пойдет Ну, а ты заверь Нажимай на стоп Слову истребляй Из души пустой Нажимай на стоп Нажимай на стоп Ты из тех, кто не построит дом На семи ветрах До конца дойти, увы, с трудом Но идешь за страх Но идешь за страх Из души пустой Нажимай на стоп Нажимай на стоп Начинай с нуля Нажимай на стоп Нажимай на стоп Слову истребляй Из души пустой Нажимай на стоп Нажимай на стоп Начинай с нуля Нажимай на стоп Нажимай на стоп Слову истребляй Из души пустой Нажимай на стоп Начинай с нуля Нажимай на стоп, нажимай на стоп, нажимай на стоп, нажимай на стоп. Субтитры создавал DimaTorzok Я так, как в том анекдоте, и будем бить по наглой рыжей морде Все песни сам сочиняешь? Или есть какое-то содружество еще с кем-то из музыкантов, из поэтов? Поэт, да, у нас есть Анатолий Жуков, который принимал непосредственное участие в альбомах, вот в этих альбомах, которые выходили Это правда оно, каждому свое, победителей не судят То есть он активно принимал участие там, и мы вместе работаем уже много лет То есть тебя это никак не смущает, да? То есть нет такого внутреннего настроя, что нет, только я, только я и никто другой Нет, 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 ну зачем? Ну конечно нет Просто очень часто слышу такие речи от людей, что вот никто не может написать нормальный текст Поэтому вынужден заниматься тем, что сочинять тексты своих песен Знаешь, мне кажется, что каждый человек должен заниматься своим делом Ну тут просто по-любому, если человек, есть, конечно, такие исключения Может быть даже вот в какой-то западной музыке, когда пишет гитарист или там вокалист пишет свой текст Тогда уже все равно, потому что там одни, в принципе, одни и те же слова Я не беру Genesis, я не беру Pink Floyd Но какие-нибудь другие группы, такие более коммерческие Там можно написать все, что угодно А здесь, в общем-то, надо это делать нормально и доступно и профессионально Слушай, сегодня буквально недалеко, как полтора часа тому назад Давал по телефону интервью одной радиостанции Они позвонили ко мне с вопросом, как я отношусь к этому делу Я не буду называть фамилию человека Но один из очень известных еще советских и российских авторов Изъял свои песни из авторского общества И заявил, что больше сотрудничать с авторским обществом он не намерен Причина основная, как я выяснил потом по ходу разговора с журналистом Что не получает он никаких особых денег от авторского общества Поэтому какой смысл? Но изъяв эти песни из авторского общества Теперь, я так понимаю, эти песни не могут крутиться на радиостанциях Если мы говорим о бизнесе У меня могут, потому что у меня отношения прямые и конкретные Я тебя спросил, можно твои песни? Ты видишь, можно Все, я их ставлю в эфир И там уж мы как-то между собой разберемся Так вот, как ты относишься вообще к тому, что сегодня происходит? Имею в виду авторское общество, отчисления То есть, как мы с тобой разбираться будем потом? Да, как мы с тобой-то потом будем разбираться? Вообще, та ситуация, которая есть Ты видел же здание авторского общества? Да, конечно Газпром блекнет рядом То есть, бабла-то немерена, реально А ты что-нибудь получаешь оттуда? Ну, 33 рубля Да, да, да За два года Очень мало Может быть, конечно, нет таких грандиозных концертов, выступлений Там на Первом канале Ну, я не знаю, там где-то еще Каких-то концертов таких праздничных Но это, конечно, не то Но там это все видно, всю страну там не обманешь Ты понимаешь? Когда, допустим, как обычно на радиостанциях происходит На ИФМ Музыкальный редактор каждый квартал Или каждый месяц, сейчас не помню Пишет отчет в российское авторское общество О том, какие песни, сколько раз звучат Просто берет плейлист Да, да, да Хоп, и отправляет Что происходит? Я знаю об этом не понаслышке Получает авторское общество список песен, которые Вот этот человек, который, я не буду называть его фамилией Когда забрал свои песни, получил за одну из песен 12 копеек Обалдел Так вот, приходит, значит, в этот список авторское общество А музыкальный редактор, он когда печатал, ошибся в букве Он написал не Пахмутова, а Похмутова, например Читает этот человек, ответственный там в авторском обществе Похмутова песня крутилась 578 раз на радиостанции Кто такая Похмутова, говорит он Он ему говорит, я не знаю Говорит, я тоже не знаю, кто такая Похмутова Все вычеркиваем То, что это ошибка Или то, что надо связаться с радиостанцией И исправить эту ошибку Никто на это не смотрит И, как мне кажется, очень часто такие ошибки допускаются сознательно Потому что, если не обнаружен автор, то деньги остаются где? Там В авторском обществе Ты очень прав Поэтому издание у них сейчас такое, слава богу Я полагаю, живут они очень неплохо Не хочу я с ними сотрудничать Я согласен с тем уже взрослым и зрелым композитором Поэтом, человеком Который забрал свои изъялки из авторского общества Не буду я тебя спрашивать, наверное, на эту тему дальше Ты как-то что-то поник Нет, я просто пытаюсь вспомнить, когда последний раз я там был Но мне, честно говоря У меня было несколько вопросов, на которые я не получил ответов Я решил, что Я решил, что Ты хотел спросить, где мои бабки тебе, собственно Да, интересно Один из них И тебе на него не ответят Нет, мне сказали, не волнуйте, все будет нормально Ну, конечно, нормально Все будет просто Какое-то время спустя все будет хорошо Мы все умрем, да Вы можете идти совершенно спокойно Заниматься своими делами У нас все нормально У них да У них-то все всегда Ладненько, давай петь дальше Очень хочется немножко разбавить сейчас эту грустную тему Хорошими песнями Что это будет? Хорошая песня Значит, это песня, которая Одна из песен, вошедшая в крайний альбом Победителей не судит Называется она Ты не один Эту песню посвящается ушедшим байкерам Как всегда, живой звук в программе «Живые» Здесь сегодня Артур Беркут Поехали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ты мчался в свободе навстречу Удачи ветрам и судьбе Рассудку порою переча И страх, и живая в себе Черным зловещим витком автострады Мир ограничить резон небольшой Скорость спасенья Жизнь лишь награда Брендово тело Бессмертной душой Ты не один Ты один из немногих Тем, кто с тобой Никогда не забыть Черных следов На промокшей дороге Серых крестов У обочин судьбы Кмельной от свободы и смелый Твой путь, как по кромке ножа Тебя не смогли переделать Тебя не смогли удержать Черным зловещим витком автострады Мир ограничить Резон небольшой Скорость спасенья Жизнь лишь награда Брендово тело Бессмертной душой Ты не один Ты один из немногих Тем, кто с тобой Никогда не забыть Черных следов На промокшей дороге Серых крестов У обочин судьбы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты не один Ты один из немногих Тем, кто с тобой Никогда не забыть Черных следов На промокшей дороге Серых крестов У обочин судьбы Субтитры создавал DimaTorzok Ты не один Ты один из немногих Тем, кто с тобой Никогда не забыть Черных следов На промокшей дороге Серых крестов У обочин судьбы Серых крестов У обочин судьбы Серых крестов У обочин судьбы Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, братец Красотища какая Слушайте, у нас осталось 5 минут Буквально до конца этого часа Поэтому даже не знаю, что Есть какая-то короткая песня? Короткая? Минутки на три Надо посмотреть Я задам вопрос Ты ответишь на него И споем Чтобы просто закончить этот час Перед перерывом С удовольствием Может быть Песней А не на волтовне Вот Сергей Романов спрашивает Артур, как вам понравилась работа Группа Эпидемия в рамках новой оперы Сокровещений Отлично, как всегда Это великолепные ребята Прекрасные музыканты И материал очень интересный Всегда проходит очень пышно Празднично Мы все вместе собираемся Это единственное место Ну вот сейчас, по крайней мере Где много и вокалистов И музыкантов Собираются в одном месте И действительно показывают Кайфуют друг от друга Не, на Эпидемию мы любим очень тоже Вопрос теперь я перефразирую Немножко по-другому его задам А ты как мастер Ты как человек Известный Ты как певец Который признан давным-давно Можешь себе позволить Ну скажем Спеть дуэтом ли Или с кем-то Совсем неизвестным Не с Эпидемией Вот совсем неизвестным коллективом Если тебе их творчество Понравится Ну вообще не вопрос А почему нет Да кто знает Наоборот Нет, наоборот То, о чем мы Вот говорили с тобой Если есть возможность Такая Я знаю очень много Талантливых людей И если есть возможность Помочь каким-то образом Чтобы его Или может быть Для чего-то Выхватили Для какого-то проекта Может быть Ну помогли Финансово Или как-то там Услышав что он там поет Или со мной Там как-то Если как ты говоришь Мастер Так что это абсолютно Это не вопрос Конечно Конечно С удовольствием То есть ты открытый человек Для содружества Для молодых Нет, это я понимаю Ну покажи мальчику Что в мальчике ты прячешь Беркут Так я не прячу Артур Беркут Своя собственная майка Правильно Так и должно быть Чтобы никто Не дай бог Это единственное Что у меня есть Это майка И она порвана Нет, я шучу Значит Александр Косточко Так Фамилия у человека Приветствую ради Привет из города Новотроицка Группе Артур Беркут Хотел поздравить С прошедшим днем рождения Опять Мишу Шаеву Поздравляю всех Пожелать ему крепкого здоровья О группе творческих успехов Ну что Нашли какую-нибудь песню По хронометражу Недлинную Да? Как называется? Почему-то все показывают Закрытый глаз Все А Беркут думает Что-то песня такая была Я ее написал или нет Думает он сейчас В данном случае Да, есть такая композиция Как называется она? Называется она Пират Ах, вот что они показывали сейчас Окей, значит Мы пиратом Этот час, как он быстро полетел Закончим Потом я всех Кто слушает эфир На всех случаях Напоминаю, что мы потом Уйдем на небольшую паузу Минут на пять Надо проветрить будет в студии Немножко нам встряхнуться А потом вернемся обратно Пират? Супер, да Поехали Как всегда живой звук В программе живые Здесь сегодня Артур Беркут Погнали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Дети там живут и там же занимается музыка! Они там делают свой собственный какой-то ансамбль, какой-то маленький проект в каждом, как я понял, отряде и в конце смены выдают как маленький концерт такой замечательный! Там есть аппаратура, там есть гитары, но мы, правда, не слышали их! А ездил-то зачем? А ездил выступать, акустический концерт у нас там был такой, ну, маленький, импровизированный, и, соответственно, ответ там на вопросы... Ну, в таком случае я понимаю, почему она пишет «Дядька», потому что, судя по всему, она пионер из этого лагеря! Пауза была большая, надо бы что-то сейчас сыграть, ладно? С удовольствием, да, у нас сейчас на очереди, пока у нас ничего нет, но дело в том, что у нас очень много проводов, и когда не пересекаются, тогда вопросик задам от Ирины. Давно хочу спросить у каждого музыканта, кто приходит в программу «Живые», какие ощущения от выступления в студии? Ведь нет большого зала, нет отдачи от публики, и вообще вся атмосфера другая. Действительно, для такой музыки, которую играет Артур Беркут, который поет, в общем, требуется, конечно, такая серьезная атмосфера, большой зал, много глаз, много эмоциональных каких-то выплесков. А когда студия, и вроде бы как и зрителей нету, вроде бы как и энергетика должна быть другая, как ощущения? Ну, согласен, я думаю, что у каждого надо музыканта спросить, спросим у каждого. Ну, по-моему, Михаил Шаев, пожалуйста. И снова здравствуйте. Да, привет. Так. Я думаю, для хорошей музыки не важно наличие большого количества зрителей. Главное, это энергетика, которая на себе несет. Ну, хорошо, достойный ответ. И, соответственно, правильно ее подать и преподнести. Достойнейший ответ, согласен. Теперь Станислав, что скажет на этот счет? Вот как атмосфера? Она же ведь не стадионная, небольшой зал, где много зрителей. А так? Студия? Ну, у нас атмосфера просто здоровская, не знаю. Руковая. У нас всегда такая. У нас всегда атмосфера очень клевая. Нам даже публика не нужна. Мы можем совершенно спокойно собраться на репетиции, устроить такое, что мало не подойдет. Да, совершенно. Достойный ответ. Послушай, в таком случае, мне кажется, тебе как к руководителю коллектива. Да нет, у нас руководитель коллектива. Как это нет? Кто-то же должен руководить процессом. Нет, нет, нет. Мы все решаем, какие песни играть, какие не играть, сколько играть, когда играть. И, нет, такой, как художественный руководитель, имеется в виду, как Москонцерт бывший, что ли? Ну, Киптава, да. Ну, Киптава. Ты же хозяин всего того, что происходит в коллективе. Ну, можно, если можно так назвать, но на самом деле мы здесь все на равных. Ну, я почему, собственно, и спрашиваю. Стас самый молодой, я так понимаю, да, участник коллектива? Нет. Нет? Как я? А кто тогда? И, судя по чуму, наверное, этот чум. Ага. Это Марк тогда самый молодой. Ну, вот как тебе, как человеку уже зрелому и опытному, и многоопытному, с молодыми-то музыкантами? Ведь наверняка человек, который играет на гитаре, скажем, 20 лет, если он талантлив. Вот по определению, да, начнем такую точку. Вот два талантливых бас-гитариста. Одному одинаково талантливых в самом начале своем пути. Одному 20 лет, другому 40 лет. Ну, понятно, что опыт на 20 лет больше. Соответственно, он наверняка может больше выдать тебе чего-то такого, чего не может, возможно, молодой музыкант. Но я сейчас говорю «возможно». Я сейчас не о тебе вообще. Подожди. Я говорю. Ну, это к примеру, да. К примеру, да. Вот как быть-то в этом случае? Ты же как мастер мог бы подсказать, помочь, каким-то образом направить в нужное русло? Или ты доверяешься полностью? Ну, как я уже говорил, что мне кажется, что каждый человек должен заниматься своим делом. То есть, если он играет на гитаре, он за это отвечает. На бас-гитаре. Ну, я про гитару-то вообще не говорю. Ты дай бог там что-нибудь, да? Ты сказал. Я шучу, шучу. Нет. Ну, если серьезно, просто каждый человек своя творческая единица. И они просто реально отвечают за слово сказать или нет? Какое? За базар. Ну, как понятное дело. За базар отвечают все. Ну, что, Марк, можно, да? Нормально все? Давайте дальше. Что будет у нас по программе-то дальше? У нас сейчас, наверное, я хотел бы представить... Ну, ты уже представлял в самом начале нашу замечательную совершенно программу Оксану Михееву. И сейчас мы хотели бы сыграть песню, которая называется «Сон». Ну, я слышал на чеке, что это такое и как это здорово звучит. Очень надеюсь на то, что и вам это очень понравится. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Здесь сегодня Артур Беркутов. Поехали. В мой придуманный сон ты приходишь ко мне, Когда сладкая ночь с неба звезды роняет. И на млечном пути по ночной тишине Я бегу за тобой, твою тень догоняя. Тает сказочный сон, словно утренний лед Я тебя отыщу и любовью согрею Друг у друга в плену Друг от друга свободны Друг у друга в плену Я тебе подарю Все, что только смогу О любви прошепчу Чтоб никто не услышал Эту радугу я Для тебя сберегу И в веселом дожде Реки солнца на крышах Заберу я там Все богатство свое И сселю от низгон Холодов и тревоги Для тебя, мое сердце Любви забытье И снега декабря И трава у дороги Друг у друга в плену Друг от друга свободны Без тебя до утра Покры глаз не замкнут Вместе быть суждено Если небо угодно Друг от друга свободны Друг у друга в плену Там сказочный сон Словно утренний лед Я тебя отыщу И любовью согрею И звезда наяву Для двоих упадет Буду только твоим Буду только твоим Друг у друга в плену Друг от друга свободны Друг от друга свободны Без тебя до утра Покры глаз не замкнут Без тебя до утра Покры глаз не замкнут Без тебя до утра Покры глаз не замкнут Вместе быть суждено Друг от друга Спасибо вам ребят Спасибо огромное И здесь сразу же народ Стал писать Боже мой как это красиво Как это цепляет Кто-то написал по-моему Юлия Усова Что слышала эту песню Раньше дико понравилась Потом потеряла И не могла найти А вот она теперь здесь И так далее Вот здесь Евгений Никулин В группе ВКонтакте Пишет вот что А что это Семен Не затевает свою Любимую игру Перекличка Всем доброго вечера Пишет он Евгений Ну если об этом Говорят слушатели То скорее всего Это ваша уважаемая Любимая игра Перекличка Именно на это я реагировал Перекличка вообще простая штука Я прошу аудиторию Назвать город В котором они слушают эфир Мы таким образом Строим для себя понимание Да Того какая география У программы Поэтому давайте Вот сейчас пока мы С Артуром беседуем О музыкантам тоже интересно Нет 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 Отлично конечно Пока мы с Артуром беседуем А вы тогда пишите Из какого города Вы слушаете сегодня программу Потом мы эту карту Как раз и посмотрим Что это Какой широты получается География программы Тут народ спрашивает Уже не первый раз И не один человек О том Как получилось Что Беркут спел песню Вместе с Губерниевым Как я понимаю Даже не одну наверное песню Или одну Ну записали мы одну песню А так Если мы встречаемся Где нибудь Вперехлёстываемся На концерты То мы в концертах Мы поем много песен Губерниев он не только Да Он и певун тоже Знаю его Неуемный нрав И дикий совершенно темперамент Да Так вот Что это было Почему вдруг Еще и МХЛовскую песню По моему Гимна МХЛ Да Это я автор этой песни Мы вместе с Анастольевым Жуком Записали И написали Именно гимн МХЛ Это такая любовь к спорту что ли Ну почему бы нет Не 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 А я без уронии Там биатлон Там хоккей Там какая вот Широты то Любовь Может быть я Я наверное сейчас Наверное что то неправильно Могу сказать Но это такие Нереализованные Мечты В моей жизни Которые бы я хотел бы Сейчас к сожалению Я просто Ну не обладаю Таким количеством времени Я бы с удовольствием Вышел бы на лед И биатлон Наверное я бы не Я тоже Я на льду С клюшечкой Попобегал Я бы с удовольствием Просто Ну мне так хочется Мне так не хочется Это делать плохо То есть если бы мне дали Вот стадионы Хотя бы там Недельки две Все Я бы уже потом А ты играл в детстве в хоккей? Нет Нет А я вот с удовольствием Нет я играл Но это даже нельзя Нет ну дворовой хоккей Ну ешкин кот Я же не говорю профессионально Но в детстве В детстве Но ты же помнишь Какие клюшки были Ха-ха Клюшки мы делали Из елочек Между прочим Новогодних елочек А мы делали Чтобы купить нормальную клюшку Денеги нужны были Какие? Берешь елку небольшую Сейчас рассказываю Всем молодым Как это было Берешь елку молодую Кто не поверит Снимаешь После нового года Их выбрасывают же Срезаешь с нее Все веточки Очищаешь ствол Берешь краешек Вот самый кончик Загибаешь его Потом эту загнутую часть Веревочкой перематываешь Получается такая клюшка Типа для хоккея с мячом Но играешь с этой клюшкой В хоккей с шайбой Какое-то время Она выдерживает Недолго Но елок-то много выкидывает Ты же понимаешь Все урны Все мусорки Ими были забиты Потом стали появляться Ой какие же это были Советские клюшки Тогда были Как же они назывались ФФК что ли Сейчас не помню название На Ф Что-то на Ф Сейчас не вспомню Типа Фима Что-то такое Или Фила Фили Что-то такое было И вот мы за ними Дико гонялись За этими клюшками Они все были ровные А мне же нужно было Крюк сделать Так вот я у себя дома Ставил огромную кастрюлю Кипятил воду Опускал туда этот крюк Загибал Делал крюк как мне надо В батарею потом В батарею Совершенно верно Выгибал себе крючок Все детство провели Мы на площадках Каких уличных Люди сейчас с такими глазами На меня смотрят Они этого не знают всего Конечно А самое страшное Я могу сказать Из вот такой трубки Трубку загибали на стройке И плющили конец этой трубки И загибали Страшно вот этим играть По ногам Мои мама не горюй А вот так вот Были у нас и такие А потом смотрите Появились Ой какие были клюшки Она вроде как пластиковая Помнишь такие были? Конечно С коричневым пером С коричневым концом Но они очень Ну такие Не ломались Она легкая была И не ломалась Но она очень Негибкая была Ну то есть деревяшка Там по-любому гибкая Ну и такие были Пластиковые Ах как ты меня сейчас На какие интересные Натолкнул Ты черт возьми С этим хоккеем Черт его знает Как же было хорошо Вот пока мы с тобой трепались Тут народ Тут народ Тут народ написал Откуда Я сейчас почитаю Удивитесь Правда удивитесь Потому что география У нас очень широкая Так Откуда начать Ну с чата начну допустим Да здесь Петрозаводск Мурманск Гродно Орел Семипалатинск Ижевск Минск Курган Славянск Славянск Иславянск Донецкой области Нелидово Тверская область Казань Киров Ярославль Кузнецк Пензенская область Гомель Это Беларусь На всякий случай Монреаль Это Канада Не удивляйся Это нормальное явление Суровкино Волгоградская область Брянск Светлогорск Беларусь Уральск Новомосковск Тульская область ЛНР Алчевск ДНР уже был ЛНР Тула Теперь дальше Великие Луки Ицава Ижевск Камрад Молдова Рыбинск Волгоград Саврополь Нижний Новгород Саратов Самара Петропавловск Из Казахстана Санкт-Петербург Ну понятно Москва и Санкт-Петербург Ухта Нижний Новгород Тверь Мелитополь Украина Таганрог Бобруйск Серпухов Ростов-на-Дону Южная Бутова Лондон Причем тот самый настоящий Лондон Пестово Новгородской области Чайковский Это Пермский край Энгель Саратовская область Воронеж Белогорск Амурская область Дальний Восток Комсомольский Харьковская область Екатеринбург Артур и Оксана Привет от Леры и Евгении Пишет Евгений Пиутин Это Екатеринбург Вот как Поселок Новосоль Новосоль Стамбовская область Ростов-на-Дону Харьков Электросталь Ну Харьков-Украина Понятно Электросталь Пермя Щучья Курганская область Значит Тверь уже была По-моему Балашов Курган Барнаул Зачитайте пожалуйста стих Пишет человек Вот я спросил Города мне стих Сегодня праздник на своем Артур поет для нас живьем Шикарный голос и подача Пусть вам сопутствует удача И группа просто бесподобно Играют круто и задорно Ребята Ну на 10 баллов Все как один профессионал А гитара, бас и барабаны Меня доводят до нирваны Помню в Волгограде Был концерт Где подарил я вам портрет Я ехал к вам сквозь города Автобусы и поезда Спасибо вам за ваши песни На свете нет людей чудесней Ждем в Астрахани Пишет Константин Кузьмин Ижевск, Тула Южная Бутова Бутова Ниагара, Фолс Это Нью-Йорк Между прочим Стат Нью-Йорк Ниагара, Фолс Новополоцк, Беларусь Мельбурн Надо ли объяснять Где это не Мельбурн Тайше Это Иркутская область Казахстан, Астана Оренбургская область Новотроицк Липецкая И так далее Я могу долго читать Фантастика Вот такова география Сегодняшнего вашего концерта Он сегодня международный Кстати Он сегодня международный Напомню сегодня Артур Беркут В программе Живые Мы чему дико рады И я понимаю Что не только мы Аудитория тоже В восторге Это очень круто Город Гай Оренбургская область Ну тут народ продолжает Минеральные воды Ну и так далее Очень много городов Очень большая Широкая география Она не только российская Это география Это и Белоруссия Это и Украина Это и западные страны Где живут люди Из России уехавшие Они остаются с нами Они остаются с российской Классной Качественной музыкой Молодцы Надо петь Надо петь Пора их порадовать песней Что это будет Какой будет Победитель Победитель Да как раз Песня которая сейчас Прозвучит Изначально Мы хотели Исполнить ее С Дмитрием Губернием Но он сегодня Не смог Вот приехать опять Да потому что у него эфир Или там что-то Да у него полно работы Полно работы А это кстати тоже Работа для сердца И для ума Песня которая называется Победителей не судят Как раз мы об этом Вовремя заговорили Как всегда Живой звук Программа Живой Здесь сегодня Артур Беркут Поехали Захлебнулась Скорб людская За стеною Крепостною Брак в безумстве Истекает Ненавитый Слюною Плаве Сил Превосходящих Город Пал Под гнетом Рьяным Утонув Смолей Кипящей В окна Колия В волчьих Ямах Только Время Боль Остудит Пять веков Как Пять минут Победителей Не судят Побежденных Побежденных Не клянул Остудит Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Только время боль остудит Пять веков, как пять минут Победителей не судят В обежденных не клянуть Не клянусь! 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 Ну да! Нет! Ну там же энергетика! Да, там с энергетикой все в порядке! Значит, Ванек Семенов-Липский вот какой вопрос задает! А, кстати, опираясь на этот вопрос, я немножко его расширю тогда! Добрый вечер! Не запланирован ли у вас тур по городам Беларуси в ближайший год? А я тогда немножко расширю! Ближайшие концерты, туры, какая программа, какой план на ближайшее время с выступлениями? У нас, на самом деле, их очень много, но, как сказать, здесь просто все зависит, наверное, от директора, от организаторов И, кстати говоря, да-да-да, вот ты можешь, кстати, сказать, Оксаночка, подойди, потому что Оксана является директором нашей группы Поющий директор Или директорствующий вокалист Нет, вот просто вот ты сейчас таким говоришь, таким голосом, как вратарь гоняла Вратарь гоняла Ты помнишь, да, вратарь гоняла Да, на воротах в нужный момент, а вообще, в принципе, бегает, да Кстати, поющий директор У нас, на самом деле, впереди фестивальное лето Я думаю, что там байк-фестивали, Дни города И сейчас упор на это А так, весь год очень много было акустических концертов Нет, который будет А будет фестивальное лето, конечно Ну да То есть сплошные фестивали А вот имею в виду какие-то концерты В клубах, например, нет? Не играете концерты в клубах? Играем, играем, периодически играем Но я даже не знаю, что в ближайшее Ближайшее у нас акустический концерт в Калуге Калуга Какое число? 29 марта Вот, хорошая дата Еще какие? Где-то на вскидку на память ничего, да? На память не у нас А ну в группе-то есть ВКонтакте? На сайте? Конечно, конечно, все есть Вся информация есть и ВКонтакте, и на сайте, конечно Отлично, тогда вот люди могут совершенно спокойно зайти туда в группу ВКонтакте и поискать все нужную информацию, окей? Да, да, да Спасибо Спасибо, Оксана Слушай-ка, у меня к тебе вот такой вопрос Не знаю, от чего вдруг он вылез у меня, всплыл, но тем не менее не могу об этом не спросить Ну ты позволяешь себе, когда, скажем, ты не в публичном обществе, не на радио, время от времени там какое-нибудь крепкое словцо вставить в свою речь? Ну ведь, ну, наверняка же можешь Ну, бывает Молоток на ногу упал, опять же, ты же не можешь говорить, что ж ты, молоток такой нехороший, падаешь Ну да Я хотел спросить о твоем отношении к матерным словам и к всяким эфемизмам и к такой лексике, скажем, в песнях Это модным стало одно время, например, группа Ленинград только на этом и вылезла Ведь Шнурта не играет ничего нового и ничего необычного, все сплошные кавера, условно А вот за счет всего этого веселого, задорного, забористого языка он стал популярным и очень многие музыканты Иной раз даже так сюда приходя не очень понимают, что есть, например, слова, слово про мужчину на букву М, заканчиваясь на АК Это ругательное слово, когда я говорю после песни «Братец, что ж ты делаешь? Это же слово матерное» Говорят, да ладно, разве это матерное? Люди даже не знают, что можно, что нельзя Вот как ты относишься к такого рода лексике в песнях? Ну, лично я против, я могу объяснить, почему Если мы говорим там о группе Ленинграда, то есть это, в общем-то, к лицу все То есть там все органично Под лицу все к лицу Нет, не поверю, я не прошу Шнур Мы с вами ходили на концерты, просто получили колоссальное удовольствие Но я бы не стал своим детям показывать такую музыку Это раз Во-вторых, я уверен, что наш язык достаточно богат Чтобы туда его не подмешивать какими-то там такими Я понимаю, откуда это пошло То есть ты имеешь в виду огромное количество западных исполнителей Которые не могут просто без этого там И западные, у которых берут пример наш Ну да, да, да Но там это как-то звучит, там уже, вот, я прожил там 10 практически, ну, 9 лет Немало, немного И могу сказать, что там маленькие дети И в семьях это уже абсолютно нормальное слово То есть вот на «ф» я имею в виду Факты имеешь в виду? Да Ну, чего уж там Нет, оно на самом деле сочетанием Не-не-не, само по себе оно не ругательное Там уже дальше давай Оф, он и свои какие-то Ну да, ну там Вот эти обороты, они уже дают ему право Ну вот они вставляют это вот куда только ни попади И вот наши просто считают, что тоже можно это сделать Это типа kind of cool Но это на самом деле Мне кажется, это не от большой культуры Спасибо тебе большое за достойный ответ Ну, это мое личное, это, кстати, это только мое А я тебя не спрашиваю То есть я к этому, кстати, между прочим, так же отношусь Между прочим, я точно так же Точно так же к этому отношусь О твоем периоде западном я тоже хотел поговорить немножко Есть желание? После песни Ну, если это нужно, да, пожалуйста После песни, ну, как не нужно, это интересно А что будет дальше по музыкальной программе? Сейчас надо спросить Марк Что? Как? А, да, у нас снова, да, есть Мы из крайнего альбома Из крайнего альбома сыграем песню «Преданный мир» «Преданный мир» Как всегда, живой звук в программе «Живые» Напомню, здесь сегодня Артур Беркут Поехали Преданный мир Честь и душа Седу со злом Заключи Где вместо жизни призрачные миражи Брошенный город Всеми забытый лежит В скорбной пустыне На перекрестке ветров Прох превращаясь В летоставленный кровь Судеб руины Склепы погибших идей Ужас в глазницах Мертвых многих площадей Улиц усопших Бег в пустах Устремил Преданный небом Или своими людьми Город Преданный мир Честь и душа Делку со злом Заключи Заключи Здесь продавали Цену назначив свою Тех, кто, как прежде Миры теперь продают Тех, кто, как прежде, миры теперь продают Снова Снова Преданный мир Честь и душа Делку со злом Заключи Вечно живут Вечно живут Вечно крившат Судеб своих Получи Заключи 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 Преданный мир Честь и душа Делку со злом Заключи Вечно живут Вечно грешат Судеб своих Получи 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 Заключи 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 Аплодирует почти стоя за меня Артур Веркут здесь сегодня Как же время-то уходит Беспардонно Совершенно его никак не остановить Но тем не менее Но потому что интересно Тех, а как они Опа, молодец Полует дисмакция Именно потому что Да, именно потому что Интересно Слушай-ка Тут народ спрашивает Про твой дуэт с репером Репером Раски Как я понимаю Да, ты и с рэперами тоже Что-то поешь вместе У нас Да С репером Он сказал Репер Да, да, да Да, мы записали Пару-пару песен С Таким рэпером Раски А надо, да? Да, да А почему нет? Русский Русский Или русский Да, да, да Ну Вот Ну отлично Вот и все Мне просто интересно Зачем тебе-то это надо? Ну почему? Это же интересно Ты хеви-металист Ты вообще вокал Нет, ничего подобного А что такое рэп? Я могу сказать такую вещь Нет, ну что рэп? Давай-давай-давай Сейчас просто музыка обрела Такие окраски И такие Такие Я люблю просто двигаться вперед Я не люблю стоять на месте На самом деле Потому что Ну никто Ну серьезно, Семен Ну ты же не водишь запорожец, правильно? Нет Не носишь брюки-клешь, правильно? Ну потому что это уже А клевая была история Ну было да, клевая А к линии вставлял? Вставлял 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 Все вставляют Вставлял Казачки носили Со сбитым каблучком Ну это уже Позже, позже Не по карману Не-не-не, а сам делал Я могу рассказать Да? Потом после эфира Слушай, это Скушенный каблучок Мне понравилась эта тема Ну это казачки Постраносы С скушенным каблучком В общем записали Да Просто у меня очень много Знакомых В разных областях Музыкальных областях Так что Мне просто очень интересно Тебе это было интересно Как новый опыт Приобретенный для тебя Или все-таки Тебе рэп нравится Как музыкальное явление? Ну Честно могу сказать Одна из моих Самых любимых команд Ну Таких Которую я могу Прямо вот реально Все время слушать Не говори 25-17 Нет Нет? Зря Мэддисов Мэйхем А, ты вот оттуда пошел Да И мне очень нравится Слияние Вот именно вот Индастриал-рок Тяжелой музыки И сверху еще наложен Вот такой Послушай 25-17 Это наша российская Роскошная совершенно команда Хорошая? Очень хорошая Они у нас в ротации Значит делай выводы Обязательно Потому что я лично к рэпу Вот лично я К рэпу до сих пор Отношусь слегка Ну так скажем Вот до группы Одно-но Есть она тоже в ротации у меня И 25-17 Я относился к рэпу Весьма скептически Как только услышал этих ребят Я понял что рэп может быть Разным И таким Да-да-да И таким Где есть переплетения И лирики музыкальные И рока То есть всего на свете Вот это мне близко Скажем так Поэтому я хотел тебя тоже спросить И спрашивал как раз Для чего тебе это было нужно Мне просто очень интересно Интересно пробовать себя В разных направлениях То есть ты не стоишь на месте Ни в коем случае Круто Вот это еще одна Замечательная черта характера И очень показательный момент Нельзя стоять на месте Я всегда привожу в пример Людей западных Супер Ну не музыкальных Сейчас театральных И киношных Звезд например Тот же Аль Пачино Сколько лет То ему уже Восьмидесят Я даже не знаю Я еще в прошлом году Или позапрошлом читал Что он до сих пор Ходит на На повышение квалификации На актерское мастерство Он до сих пор берет уроки Актерского мастерства Пардон Он все время находится В тонусе Он все время находится В таком состоянии Когда он может быть Неожиданным Он может быть Нереально современным Хотя лет то ему уже сколько Вот это и есть Профессиональный подход Это я сейчас молодым музыкантам говорю Это и есть профессиональный подход К тому что человек делает Вот один из примеров тому Артур Беркут Который не стоит на месте Занимается тем Что ему интересно и близко И очень современен При том что музыка Сама по себе Ну давай я прямо скажу Ну олдскульная Да вот рок Хардрок Это музыка из прошлого Как бы Как бы из прошлого Сейчас новые течения Всякие веяния музыкальные Коих не перечесть Но она все равно называется роком А безусловно Безусловно Я просто говорю С добавлением всяких Да Ну как-то И при этом с губерниев Это же движение вперед Что-то я понимаю Что-то там Дмитрий Не-не-не-не Боже упаси Я просто знаю этого человека Очень хорошо и давно И в его присутствии Находиться Вот в его присутствии Комната становится Помещение Любое Очень маленькое Огромное помещение Становится маленьким Потому что пришел Огромный губерниев И он шумный Бурный Все бабы вокруг Начинают тихо По стеночкам Сползать и выползать Из комнаты Потому что обязательно Каждую из них Он потрогает Ну так вот Похлопает по плечу По отцовски По отцовски По отцовски А им наверное Хочется чего-то другого Ну да Так это Вот И много его Как тебе удалось Выжить в этой ситуации А почему я тебя поздравляю Что выжил Не ну мы кстати с ним Так вот нормально Ну я почему-то в этом Не сомневаюсь Надо бы еще пить Друг друга дополнить Да друзья мои Что готовы что-нибудь Исполнить сейчас Сейчас попробуем Марк Все взгляды на тебя Что скажешь Давай говори Мы тебя слышим Мы тебя слышим Давайте прогоним По старому Не понял Более разумно С ума сошел Почему нет А что ты лажда Лажда У меня больше ничего нет Понял А палочки есть Это же самое главное Что палочки есть А почему не спеть действительно Или ты не поешь Старый Вот настолько старый Нет Мы иногда исполняем Причем самое интересное Что песни Те которые мы исполняем На концерте Они просто По заявкам Буквально То есть люди Которые Просят нас исполнить Эти песни Это не значит Что А вот если Воля и разум Тоже взять Ты же имеешь право Ее исполнять Ну я могу Имею право Любые песни исполнять Нет А кто может Оксана говорит Нет Почему Почему нет А мне бы хотелось Услышать эту песню Это песня Андрея Большакова Да я понимаю Да Я понимаю Но мне бы хотелось Ее услышать В исполнении Беркута Сейчас если я крикну Клинкину клич В группу ВКонтакте Народ начнет орать Давай давай Обязательно Тут сто дорог Просят например Понимаешь Тут масса вариантов Которые могут всплыть сейчас Ну что Ну наверное Так далеко конечно Мы не будем заходить Это слишком далеко Мы сейчас попробуем Сыграть Попробуем сыграть Новую песенку Да Как называется Из крайнего Альбома называется Воля рождает воля Практически воля Разум Ну давай так Воля рождает воля Давай обыграем ситуацию Таким образом Как всегда Живой звук В программе живые Артур Беркут здесь сегодня Погнали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Тебя влекло Туманным горизонтом Ты отрицал Надежду и очаг Ты шел вперед Без страха Без резона Фортуны сын Рожденный с горяча Тебя ты знаешь Хватит ненадолго Ведь жизнь твоя Висит на волоске По дослугам роли По удаче играть Воля рождает волю Страх рождает страх Всегда один Без жалости без веры Всегда в пути Всему наперекор И мир вокруг Тебя слепой и серый Изведал твой Яростный напор На все готов Горя и замерзая Огонь и лед Не чуя под собой По дослугам роли По удаче играть Воля рождает волю Страх рождает страх По дослугам роли По удаче играть Воля рождает волю Страх рождает страх Полу Полу По заслугам роли, по удаче играть, Воле рождает болью, страх рождает страх. По заслугам роли, по удаче играть, Воле рождает болью, страх рождает страх. Воле рождает болью, страх рождает страх. Ах, круто. Времени осталось у нас еще на одну максимум песню, вы там подумайте, что еще. А я вот все-таки, Артур, иди ко мне, иди к микрофону. Но ребят сами разберутся, без тебя что пить будет. Что ты будешь петь, они разберутся сейчас сами. Все-таки вернемся к этапу твоей жизни там, в Штатах, насколько я понимаю. 9 лет это было. Вообще, почему вдруг, почему захотелось уехать, что ты там делал, чем занимался? Ну, немножечко так. Нет, дело в том, что не захотелось уехать. Дело в том, что мы подписали, группа автограф подписала контракт, 5-годичный контракт. И нас пригласили именно вот... Это был период, прости, это был период еще и круиз, когда в той же примерно паре был. Или это было позже? Нет, не круиз, наверное, ты имеешь в виду Горький парк. Нет, и круиз тоже подписывал контракт западный, и там тоже на западе Аткиса очень долго. Да? Да, да. А, нет, ну это я Валеру Гаину там встречал. В каком году? В каком году? Это 90-е, да, 90-е? 90-е, ну те самые 90-е. Да, 90-е. Ну и так вот в итоге... 91-й, да? 91-й. В итоге-то чего было? Да, в 90-м году. Расскажи об этом периоде. Записали мы альбом, там, причем, самое интересное, как-то странно получилось. То есть мы приехали туда, нам сказали, что наша музыка очень понравилась, очень все здорово, но нам надо переделать ее. Почему? Не знаю, ну потому что она немножечко не то чтобы олдовая, но какая-то там много клавишных инструментов, то есть сделать ее более радийной, более коммерческой. И мы засели в студию там и стали буквально прям по кускам ломать наши песни. Ну сделали просто так интересно. С одной стороны, это, конечно, был интересный опыт работы с американскими и продюсерами, и со звукорежиссерами. Этот опыт тебе что-то дал потом уже? Ну я бы, да, конечно. Ну мало ли. Ну я так не могу о себе сказать. О, вот мне сейчас дал опыт. Ну я не могу так сказать. Но всегда опыт какой-то есть. То есть это неважно, плохой или хороший. Может быть, это не нужно было делать, но ради того, чтобы получилось потом для себя сделать какую-то оценку, стоит этого делать, надо было это делать или не надо. Ну, в общем, я никогда не жалею о том, что было. Это правильно. А чего об этом жалеть? Это было и было. А теперь скажи мне, как реагировало на это? Ну не продюсеры, это понятно, что у них выхода другого не было, как-то надо было реагировать. Публика западная, как реагировала на вашу музыку? Ну сначала они не поверили, что они думали, что мы приедем в шапках с медведями. Да, на цепи медведь обязательно. Вот кабалайка. Ушанка обязательно должна быть одно ухо туда, а другое вот так. Да, и медведь на цепочке рядом. Да, да, да. Пьяный причем. Медведь. Да, тем более, что мы стали вести концерт на английском языке, и они говорят, что ну как, ну они еще и по-английски разговаривают. В общем, какая-то подстава, типа там, может, они поляки, может, они какие-то там, ну, венгры или болгар. Вот, потом уже бы сказали, что мы реально, ну, надо было, мне казалось, надо было одеться вот эти вот косоворотки, чтобы это более было, да, народное. Потому что когда люди уже одевают там джинсы и майки, они уже начинают быть похожими, ну, на все. То есть публика реагировала благосклонно. Абсолютно нормально, абсолютно нормально. Я не знаю, как насчет песен. Если люди не слышали песен по радио, для них как-то так, ну да, ну, нравится, да, нравится. Если они слышат знакомую песню, которая звучала там где-то, когда они ее слышат, вот они тут же сразу начинают взрываться. То есть не важно, какая песня. Пусть это будет вообще, ну, просто вот там плохо спетая, плохо сыгранная. Но они ее слышали. Ну, вот они ее слышали, да. И вот поэтому... Вот так же байда и в России. Здесь то же самое, да. Ничего нового не открыл ты, да, сейчас. Абсолютно все то же самое. Какая бы она ни была даже плохая, а все-таки радио, да, прямой эфир, сами понимаете, все равно ее воспринимают на концерте гораздо с большим энтузиазмом, чем какую-нибудь новую и неслышанную ранее. Вот меня всегда это удивляло, на самом деле. Я как раз открыл для того, чтобы... Ну, у меня как-то по-другому. Вот и у меня тоже. У меня нет такого, что... Ну, да, слышал я песню, нравится она. Нравится мне то, что я слышу, даже если я никогда этого не слышал. Согласен, да, да. Значит, я буду это слышать до конца. Ну что, что вы в финале нам скажете? Что-то все замахали крыльями, я так понимаю. Да, ладно. Что это будет за песня? Песенка такая... Баллада. 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 Называется она «Орел». Сейчас. Прежде чем вы начнете, я сообщу в качестве анонса, что завтра в программе «Живые» группа «Гильза». Это молодой проект, амбициозный проект, Алиси Гизматулина девушка, интереснейшая, как мне кажется. Но в любом случае людям, которые открывают для себя с удовольствием новые имена, это будет тоже интересно. Кстати, ее песня также есть с ротацией своего радио. «Орел». Супер. Да. «Орел». Спасибо, что были у нас сегодня. Спасибо огромное. Друзья, спасибо вам огромное. И вам удачи. Спасибо. И дальнейшее просветание. Спасибо. Своё радио рулит. Твои слова да богу в уши. Всем пока. До завтра. Будьте здоровы. «Орел». «Орел». Артур Беркут заканчивает сегодня песней «Орел». Погнали. Затянет небо тенью серых тушь, и померкнет свет дневной. В сиянии молнии среди темных горных кручь пролетит Орел седой. Он будет дерзок, страшен и могуч, доволен собой. Как просто по звездам путь отыскать по мгле Отважным не каждый быть может на земле. Расправив крылья, в небе он парил, С высоты бросая взгляд. И был ему белый свет не мил, А ночь во сто крат. Ветрам назло улетел, Что было сил, Не зная преград. Среди молнии, как вольный болт, В тучах он летал. Всех смелых на теле ждут Боли высота. Как странные линии судьбы Оборвались, И дома за стекло. Через окно ты молча смотришь вниз, Мечтая стать Орлом. Субтитры создавал DimaTorzok Мечтаешь, но знаешь, что Будешь вечно ждать. Лишь птица стремится ввысь, Небо побеждать. Субтитры создавал DimaTorzok Без боя Собою враг, И куда б ни шел. Знай, где-то в рассвете есть Тот степной орел.